Hey guys, с вами Настя и Puzzle News, обзор самых интересных материалов на Puzzle English и англоязычных мемов в придачу. Вы изучаете английский, но до сих пор не зарегистрированы на Puzzle English. Немедленно делайте это прямо сейчас, возвращайтесь сюда, я расскажу вам о самых интересных упражнениях из каждого раздела на Puzzle English, которые вышли у нас за эту неделю. Не понимаете английский на слух? Собирайте видеопазлы, слушайте подкасты, не умеете говорить? Попробуйте наши диалоги, не умеете строить предложения? Вам нужно в транслейты, не знаете грамматику? Смотрите наши уроки, не понимаете вообще ничего? Добро пожаловать, мы вас всему научим. Но сначала пробежимся по самым обсуждаемым на западе мемам, у меня для вас два челленджа и одна заврушка в твиттере. Немногие знают, что если крикнуть в кастрюлю, быстро закрыть ее крышкой и потом открыть, то можно услышать свое эхо. Не верите? Тогда посмотрите на это. Это видео было опубликовано больше года назад, но недавно на него появилась пародия. А потом еще одна пародия. И еще десятки пародий. Многие говорят, что это все неправда, что все эти видео фейки и никто из кастрюли на вас кричать не будет. Я проверила для вас эту теорию. Ау! Подписывайся, не послышь. В тикток социальной сети с короткими видео набирает обороты челлендж Press Twist Pool. Нажми, вращай, потяни. Видео появилось еще в феврале, как романтический способ признаться в любви. А потом за дело взялись пользователи тикток и добавили в этот челлендж немного иронии. Субтитры сделал DimaTorzok 3 мая в твиттере разгорелся скандал из-за твита девушки, которая была обескуражена внешностью избранника американского политика Александри Окасио-Кортес. Прошу прощения за откровенно скверный твит, но так выглядит молодой человек Александри Окасио-Кортес. Невероятное зрелище наглядно демонстрирует всех амбициозных и сногсшибательных женщин, прикованных к парням, похожим на енота из мусорки. Запоминаем blatantly, вопиющие, неприкрыто, демонстративно. Очень популярная прилагательная stunning, которым обычно описывают сногсшибательных женщин. To shakele, сковывать-заковывать в кандалы. И being raccoon, выражение, ставшее популярным благодаря этому твиту. Очевидно, автор имел в виду енотов, которые любят иногда покопаться в мусорном баке. Пользователи стали постить твиты с другими фото Райли Робертса, так зовут этого дяденьку, в попытках за него заступиться. Большинство из нас выглядят глупо, когда делают селфи. To be daft значит выглядеть глупо в значении смешно или забавно. Пф, дело не в этом. Он вообще-то милый на других фото. Вот почему никому моложе 30-ти не следует твитить о мужчине, если честно. Вы все выросли на бэкстрит-бой с эмилированных волосах. Честно говоря, ваш вкус на мужчин безнадежно испорчен. Запоминаем frankly. Прямо, откровенно, frosted tips. Это не просто эмилированные волосы, а мужская стрижка с высветленными кончиками. В общем, словосочетание, которое, надеюсь, никогда вам не пригодится. Irretrievably значит безнадежно. И сокращение tbh расшифровывается как to be honest, если честно. И, конечно, не обошлось без пародий на исходный твит с гипотетическим парнем Александри Окасио-Кортес. А теперь к главным новостям. Что вы пропустили на пазл англиш, когда были на шашлыках? Как понять, что любимая назвала вас по-английски дорогой, а не олень? Вспоминать, что вы делали накануне? Следить за интонацией? Как минимум знать оба этих варианта. 23 пары аммофонов, слов с одинаковым произношением, в видео Насти. I see a beautiful sea. Я вижу красивое море. В видео другой Насти история болезни со всеми вытекающими оттуда идиомами. Что значит быть under the weather, off color и даже выглядеть like death warmed up. Ты выглядишь нездорово. И нездорово. Если вы встретили предлог 4 в неожиданном месте, там, где, по-вашему, его быть не должно, скорее всего, перед вами инфинитивная конструкция. А встречается она довольно часто, так что не советуем избегать урока Леры на эту тему. У кого новая машина? У Дженни или у Питта? Нашли иностранца, с которым можно практиковать английский, но не знаете, с чего начать? Тамара накидала для вас варианты small talk, которые позволят вам выглядеть приятным собеседником, а не навязчивым маньяком. А те, кто досмотрит до конца, узнают также темы, на которые лучше молчать. Мне очень нравится ваше платье. Могу я узнать, где вы его купили? Лучший подкаст недели о худшем свидании. Это даже не тот случай, когда он или она не пришли, потому что издалека увидели, с кем предстоит провести вечер. Пит, автор подкаста, поужинал с девушкой, страдающей нарколепсией, расстройством нервной системы, при которой можно внезапно провалиться в глубокий сон. Изначально наши диалоги были местом, где можно спокойно поболтать по-английски с микрофоном, выбрав себе роль одного из двух участников диалога, продавца или покупателя, доктора или пациента. Ну и теперь мы пошли дальше. Теперь можно выбрать развитие сюжета. В общем, в диалогах теперь бандерснетч, только на более жизненные темы. Как признаться в любви, например. В транслейтах математическая задача о прогульщике Бобе, который посчитал, что на школу у него остается всего 4 дня в году. Почему Боб не прав или прав? Приходите доказывать в комментариях к самой последней фразе этого транслейта. Юрий в Лёвике разбирает все способы использования «du». Например, как спросить у беременной женщины, когда ей рожать. Правильный ответ – не надо ничего спрашивать у беременной женщины. Вдруг она не беременна? Тем, кого слова модальные, глаголы, перфектный инфинитив повергают в ужас, стоит почитать наш блог, где мы разобрали эту тему по полочкам. Станет не страшно и даже приятно. Две причины заглянуть в наши тесты сегодня. Во-первых, поздравить нас с сотым выпуском в комментариях. Ну и, во-вторых, пройти, собственно, тест. На сегодня это все. С вами была Настя и Puzzle News. Приятно было провести своими время. Учите английский на Puzzle English. Успехов вам. Bye-bye. Субтитры создавал DimaTorzok